Здарова Вован Как дела? Здарова Артур Андрей Эдуардович, там это запрос стать совместным участником должен у вас появиться Андрей Эдуардович, слышно? Не слышу Не слышно? Я вас слышу, меня слышно? Нет, не слышу совсем Ты меня слышишь? Я да, я да Я да Ничего не слышу Раз-два, 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 раз-два Ну, мне на максимуме звук. Микрофон я повесил. Ты меня слышишь? Да, да. А я нет. Мне что, наушники куда-то откнуть? Ну, попробуйте наушники сейчас. Наушники попробуйте. Я тогда, наверное, с бабочкой. Ну, куда я попробую? Сейчас слышно. Слышно. О, и я тебя слышу. Слышите, да, Андрей Дуарович? Да, но мне придется без петельки. Я спросил, петельку одевать. Алло, слышите меня? Да, слышу, все нормально. Так, сейчас народ еще подключится чуть-чуть у нас. И мы с вами начнем сейчас беседу. Да, если можно, Андрей Дуарович, это, чуть-чуть погромче, если не сложно говорить, ладно? Хорошо? Хорошо. А вот, все говорят, все слышат. Ну что, друзья, сегодня у нас онлайн-стрим с легендой пауэрлифтинга, с писателем, заслуженным тренером Федерации НАП. Вот, маэстро экипировочного жима с Андреем Эдуардовичем Пауэрлифтинга, все верно сказал Андрей Эдуардович? Ну, наверное, да. Наверное, да? Ну, хорошо. Андрей Эдуардович, хотел, ну, банальный вопрос первый вообще задать, узнать о вас побольше. Как вы вообще пришли в пауэрлифтинг? Вот расскажите, пожалуйста. Пауэрлифтинг постепенно, как обычно, в 70-е годы была тяжелая атлетика, потом, в начало 80-х из тяжелой атлетики пришел гиревой спорт. Вот, и к тому времени, как раз, в 87-й год у нас образовалась федерация, и по всей стране, повсеместно пошел пауэрлифтинг, и все, и туда перешел. Это прям было мое, особенно мне угнетал гиревой спорт, потому что это дико лошадиный. Я, правда, там неплохо выступал, мастера спорта выполнил, абсолютно даже в области был, но не было международных стартов. Это был непризнанный вид спорта, который только в России у нас был, культивировался. Я тогда в 2007 году на «Сверной классик» попал, я охренел от того, что я увидел спортсмена, какого-то гиревика, у него был свой стенд, он был русский, и там было написано, что он четырехкратный чемпион мира. Я не знал даже. Понятно. Андрей Эдуардович, вот смотрите, вопрос, вы начинали с пауэрлифтинга или уже сразу с жима начали? Нет, пауэрлифтинг до 1991 года был пауэрлифтинг, я мастера спорта ФПР выполнил. А какие у вас лучшие движения вообще, вот расскажите, именно в приседе, в жиме, безэкипировочном, в тяге? Это 82-я категория, и четко я запомнил только 157 жим-жим, а пауэрлифтинг была примерно с приседанием примерно до 250, но это, естественно, на экипировке не было никакой тогда еще у нас. Понятно. Ну вот смотрите, если вот брать пауэрлифтинг, который сейчас вот, да, происходит и прошлое, есть какое-то существенное отличие? Ну, конечно, тогда не было сумо, ну и пауэрлифтинг в принципе, это были тяжелоатлеты, все тяжелоатлеты, сейчас как-то бывают пауэрлифтеры, которые сразу начинают пауэрлифтинг, да раньше такого не было, это все были тяжелоатлеты, везде была спинка прямая, нигде там никакой срущей собаки, никакого сумо, ничего такого не было, мы на это смотрели дико, когда это все появилось, потому что мы были уверены, что это травмоопасный дико. Нас учили. Понятно. Ну вообще вот, как вы думаете, пауэрлифтинг, что вот если вот сейчас брать, что с ним вообще будет в будущем, вот если сейчас брать? Да ничего не будет, все замечательно, по-моему, он всеми медленными шагами развивается, если вспомнить, что было там даже 10-15 лет назад до появления альтернативы, это небо и земля, вы посмотрите, у нас битком по 400, по 500 участников соревнований собирается, такого, конечно, устроили ярмарку дико альтернатива, за счет того, что вот сейчас мне буквально только что я читал, мне кто-то там написал, вот сок дивизион, не могли бы вы объяснить однослой, многослой, я категорически против всегда расширения дивизионов, и тем более сейчас до таких абсурдов дошло все, но зато массовость, массовость как никогда, такой никогда не было. Ну попозже мы сейчас о слингах поговорим, это такая очень интересная тема. Я хотел вот спросить, вот есть федерация НАП, да, вы являетесь там какой-то, ну, не руководящий дождь, но какой-то дождь вы занимаете, да, там, в НАПе? Вице-президент. Вице-президент, хорошо. Вот расскажите, как вообще вот эта федерация появилась, чем она отличается от многих федераций, вот, и вообще, как она, перспектива ее в дальнейшем? Появилась она исключительно на моих интригах, из-за того, что я, наверное, склонен противопоставлять себя постоянно, как вот сейчас коронавирусу я пытаюсь себя противопоставить. Значит, у нас была ВПЦ, которая развивалась очень прилично, WPC, но мы разошлись во мнениях с Устиновым президентом, и я зарегистрировал ИПА, ИПА России, я привез в Россию, потом, после этого я еще зарегистрировал РПЦ Рычлаковскую, мы с ним дружили, Джина Рычлака, и, а потом, постоянно были какие-то у нас терки с американцами, вот, они очень необязательные в этом плане, что Чайлет был, Марк Чайлет, президент ИПА, что Андрей, что Рычлак, Джин, они были очень сильные, и, как бы, мы постоянно как-то висели, мы от них зависели, мы развивали дико ИПА здесь, дико развивали по России, прям семимильными шагами развили, и регионов кучу уже захватили, они, как бы, вот, постоянно нас притормаживали, и потом, в какой-то момент мы с Андреем Репницыным решили, он, мы его сразу поставили президентом, я и вице не хотел быть, и я, как бы, отошел в сторону, я не человек, который, вот, именно организатор, я, скорее, такой, идейный вдохновитель, и все, с Андреем договорились организовать свою первую в России международную ассоциацию, зарегистрировать ее именно на международной арене, и, таким образом, у нас иная ассоциация пауэрлифтинга у нас появилась, и все, сейчас это самая крупная организация, сейчас, если бы не было коронавируса, то у нас зарегистрировано в календаре, внесено было 220 с начала года турниров на этот год, это практически немножко не перекрывает все оставшиеся альтернативы вместе с Адреем, то есть, развивается очень хорошо, динамично. Понятно, Андрей Дварович, какие вот у вас в Федерации самые значимые турниры, которые проводят, можете сказать, пожалуйста. Золотой тигр, самый значимый, вот это у нас начало октября, Екатеринбург, Аквалоу мы проводим, Олимпия, в Сочи уже восьмой, что ли, раз, по-моему, в этом году, восьмой, седьмой, восьмой год подряд, не знаю, вот сейчас сорвется, не сорвется, вроде бы запланировано начало июля по четырнадцать, ну и самых крупных, наверное, русская весна в Екатеринбурге у нас, вообще у нас как бы связано в основном, самые-самые крупные, они с Екатеринбургом связаны все турниры, потому что у нас там президент сидит, и он прям вот захватил там весь регион этот, ну и там поближе у нас, и к Алтаю, и к Кургану, и к Сибири. Понятно. Андрей Эдуардович, я знаю, что вы со всеми федерацией в основном контактируете, да, общаетесь, вот если брать по организации, вот возьмем в РПФ, например, да, федерацию, чемпионат мира был у них в Москве, что вы вообще скажете, как вам чемпионат мира? Шикарно, отлично, я приезжал, я смотрел, вообще все, что делает, как бы, ну я не знаю, насколько там Кирилл все это организовывает, но все, что делает Сергей Ложневский, это замечательно. И мы в отличных отношениях, и сейчас вот если в Сочи, ну даже если в Сочи я не поеду, то следующую очередь неделю будет, например, в Суздале традиционный СПР, я обязательно туда еду, ну уровень всегда шикарный, всегда. И в РПФ, и СПР, очень хорошо, мне очень хорошо. Ну, собственно, на других, я редко еду. Андрей Эдуардович, смотрите, я знаю, вы, ну, во многих странах, да, ездите, выступали, у кого-то из своих воспитанников тоже, да, у вас выступают. Вот возьмем, давайте, Америку, да, вы были на Олимпе, да, на Арнольд Классик, вот если сравнивать их уровень, организация соревнований, подход спортсменов, в чем вообще различие, вот по аурлифтинга американского и российского, вот можете сказать? Ардинальное различие, гораздо хуже у них проводятся турниры, гораздо более наплевательское, безалаберное отношение, чем у нас. Я скажу, что наши спортсмены, особенно последние там лет 10, они очень избалованы, там, каким-то медалям, чтобы там призы какие-то были, кубки какие-то были, чтобы организация была выше, чтобы оборудование было лучше. Очень избалованы в этом плане, в Америке к этому вообще на поливательстве относятся, то есть они могут не вывесить списки участников, они по весовым категориям могут там у себя в компьютере только разделить то, что они разделяют, и как бы могут отменить турниры запросто, и запросто, могут дивизионы там пригласить, не пригласить. Вообще с Америкой как бы, хотя у меня все самые-самые яркие воспоминания с Америкой связаны, но это постоянно был стресс, постоянно, что на мистер Олимпиад, то они пригласят тебя, то они что-то там передумают, то они оставят один жим ради там русских, ну, какой-то, постоянно какой-то партнер. То есть, они не прислушиваются, да, к спортсменам, как у нас многие, да, то есть федерация, они сами решают, что да как, да, я по-другому. Да, ты понимаешь, федерация, как таковая, это один человек в основном. Вот, допустим, в ИПА это Мак Чайлик был, в РПС это был Джин Рычланд, который со своим вагончиком цеплял, а вот, по всей Америке, и разводил, и устраивал эти турниры. На мистер Олимпиад это Даня Брянд, военный, за все, да, я не знаю, вот он как бы, ну, как-то ему плевать, вот плевать. У меня каждый день, я вот последние там пять лет ученицу отправляю, это каждый год строится, каждый год. То они возьмут и говорят, вот что-то она поздно подала заявку, это с учетом, потому что она четыре раза абсолютная чемпионка была. Это вот турниры, с мировыми рекордами. Не хватит абсолютно. А вы за РАИ не подали? А почему мы за РАИ не подали? Да потому что там написано было, что нет, как бы уже все весовые категории заняты, там у них очень по времени на мистер Олимпиад все расписано. Вот он там занят, ну вот, а, ну я говорю, ну, заявляйся, это когда проплачивать надо взнос отправлять туда, этим, Western Union. Я говорю, ну, заяви с Пауэр Литингом. Канал заявляет с Пауэр Литингом. И говорят, вот и будешь в Пауэр Литинге выступать. Это предусловие, что она жимовичка, и что у нее экипы нет, и она не занимается трейбой. Ну, то есть, вот, постоянно как-то довольно-таки например, медали, вот, что у меня, что пять медалей с Олимпией, что у нее. Они все одинаковые. Все абсолютно стандартные. Мистер Олимпиад все. Ничего больше нет. Даже год разный не напишет. Не написано. На одном у меня в тринадцатом году наклейка с другой стороны написана тринадцатый год. А так, кто там говорит, какие медали у вас там платили? У них вообще одни медали. Он ездит туда, каждый год получаешь эти медали. Понятно. Андрей Эдуардович, вот хотел спросить, там вот спортсмены, приверженцы чего больше, я имею в виду, вот у нас, например, в стране, да, в России есть ФПР, да, это аккредитованная федерация, да, где дают там, ну, официальных мастеров, официальные, типа, ну, чемпионаты мира, федерация, которая стремится к олимпийскому движению. Там вообще как относятся к спортсменам? Я понял вопрос, абсолютно наплевать. Наплевать. Во-первых, конечно, у них нет никаких мастеров, ничего подобного. Ну да, да, да. И федерации, это для них просто три буквы. Они едут на лиме. Вот они едут там, где будет Скотт Мэндельсом или Джин Ричлак будет выступать, ну, покойничек там. Или там, ну, на кого-то громкое, на какое-то имя громкое, или организатор с каким-то громким именем. Какое ФПР? Во-первых, IPF у них нет. У них там американская какая-то версия там есть. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Это этап, которая называется СПР, международная ИПЛ, а ЮСПР это чисто американский вариант, который проводит министрология. Ну, неважно, какие детали. В общем, как бы у них нет, они вообще не парятся по этому поводу. Какая федерация официальная? Я когда с ними разговаривал, я же много лет общался с ними. Я с ним пытаюсь объяснить, они даже не понимают, о чем я говорю. Что там, вот, а у нас запрещено, там, или вот вы какую больше предпочтете. Так смотрят, что он хочет. Он вообще про что говорит. Понятно. То есть, короче, к этому очень лояльно относятся. Главное, как бы сам турнир и имя спортсмена, я так понял, да? Европа тоже самое. Это больше такой, знаешь, такой как-то, как праздник. Вот они приезжают, там, с семьями привозят, там, всю свою родню, там, показать. Вот, какой я сильный стал. Неважно, сколько ты поднимаешь, там, 100 килограмм, там, или 500 килограмм. Плевать. Они очень эмоционально к этому относятся, они встречаются. Ну, для них это правильно. Да, нет у них никаких разделений на федерации. Понятно. Андрей Эдуардович, я вот вопрос задавал у Павла Силушина. Вы же знаете Павла Силушина? Да, конечно. Мы же вместе ездили. А, ну вот. Но он мне как-то субъективно там не ответил. Мне вот просто интересно, сколько стоит в Америку съесть на соревнования, если не секрет? Ну, когда я начинаю искать спонсоров для Кати Зайцева, я прошу всегда 150 тысяч. Это полностью, это полностью все без подготовки. Ну, то есть, без экипировки, без подготовки. Вот чисто, чтобы сесть, купить билеты, полететь, там, заплатить стартовые взносы. Ну, и без подарков, естественно. Вот, чисто потратиться. Это на сколько дней? На сколько дней? Ну, примерно на 5-6. 5-6. Угу. Ну, это не паразита нет. Мы бывало и на пару недель оставались. Ну, в основном так. До недели. Ну, советуете съездить в Америку вообще? Да, я советую вообще ездить как можно больше. Если есть возможность, ездить везде. И пока молодые, надо расширять свой кругозу. Надо как можно больше путешествовать. Я и своим детям, как мы говорим. Ездите. Угу. Возможность. Ездите. Ну, да. Согласен. Андрей Эдуардович, вот сейчас, ну, мы поговорим по федерации. Сейчас мы переходим в очень такую интересную тему, которую многих всех, может, сейчас затронет. Про слингшоты. Я вот смотрел многие ваши ролики про слинги. Я знаю, что вы, ну, против слингшотов, да. Ну, вы скажите, что вообще ждет будущее по слингшотам? Как вы думаете, он вытеснит майку жимовую у нас? Или как вообще? Это будет зависеть от производителей. Пока Курков будет их строчить и делать коммерческие турниры, ребята будут ездить. Но я думаю, что он уже, по-моему, подустал и уже не хочет этим заниматься. Но давай сразу оговоримся. Я не против слингов. Я ничего против слингов не имею. Единственное против чего, это чтобы они уравнивались с экипировкой и чтобы их в одну структу размещали с экипировкой. Это дико обидно для экипировочников. Потому что рекордсмены, все, которые я приезжаю на такие соревнования и смотрю, что они, ну, там, 380, 90, 400, они никто 300 килограмм не жмут в майке, в экипе. Они не жмут 300 килограмм. Ну, то есть это, ну, они, наверное, физически сильные. Я понимаю, что они готовятся. Я против этого ничего не имею. Но одно дело осваивать годами экипировку, а другое дело просто ты здоровый мужик, пришел и из рогатки выстрелил. И причем какие-то неимоверные веса. Я не против этого. Ну, соревнуйтесь со своими же. Ради Бога, вы придумали этот дивизион? Ради Бога. Я понимаю, что спортсмены в этом не виноваты. Я с Петром Кравцовым, с рекордспикером, сколько ругался на эту тему. Бесполезно. Я головой в стенку бьюз, как доходит до того, что, сука, вам тяжело разделить, что ли, вот эту вот софт-экипировку. Ну, никто не понимает. У меня есть ребята, которые занимаются экипировкой, они общаются с американцами. Те у них спрашивают, а что происходит? Откуда эти ултаймы все? Вы где столько понабрали ултаймов? Вы когда все это успели сделать? И когда я начинаю, Сережа Кринек мне это рассказывает, когда я начинаю рассказывать Тане Митеру или кому-то, что вот, а это у нас вот из СС Линга, они не понимают, о чем речь. Это как? Так это у пола, это же наши показатели, это наш паспорт. А ты там какими-то своими там 340-350 килограмм, тут приходит какой-то мальчик и жмет 400. И точно так же написано до экипировки. Там нет никаких ссылок, что это рогатство. Я только против этого. А так, ради бога, хоть в чем? Жмите в чем хотите. Главное, чтобы люди были заинтересованы. Ну вот, я думаю, отвечая на второй вопрос, я думаю, что Курков перестанет спонсировать и кто там еще производит. Хотя у нас и ритница начала уже, и НАП начала шить эти там в Пакистане. Русская турбина, русская турбина, вот, и с Линшотой же шляпит, да? Ну, я разговариваю с СССР, у нас Денис Пекляев, он же там у нас как бы пресс-аташе, он в шоке от того, что происходит. Он говорит, я не ожидал такого ящика Пандора, я не ожидал, когда открывал. Он же рекламировал больше всех эту экипу. Ну да, да. Обзоры о ней писал. Он говорит, он плюется. Он плюется от того, что сейчас произошло с этими резинками. Вот они уже вот такими начали там, какие-то неимоверные там толщины. Ну, вы считаете, как вот тогда, вот в том году произошло разделение дивизиона? Тогда он был софт-стандарт, две петли, а сейчас сделали, сейчас двушку совместили с трешкой. Как думаете, это правильно сделали? Я даже не хочу вникать в детали. Я совсем не вникаю, честно. Вот как я сказал вначале, когда отвечал, что я в почте ответил, я вообще против софт-дивизиона. Поэтому не спрашивайте меня о правилах. Однушки, двушки, трешки. Все, что касается экипировки, я отвечу на любую тему, на любую марку. Я знаю все досконально. Я по технике уже там книжку написал, все никак ее издать не могу. Как бы я в этом профессионал. В резинках я вообще ничего не понимаю. Ну, как бы они у меня есть. Я первую свою купил, свинг свою купил первый в 2007 году на Арнольд. Я привез, но это просто элемент экипировки. Точно так, как у нас стрит-лифтинг теперь появился, отжимания на брус. Ну, все же не отжимались, отжимались. А теперь, оказывается, можно мастером спорта стрит-лифтинг, отжимания на брусик. Если бы я кому-нибудь сказал тогда в 80-х, ну, мы бы долго жали бы. Понятно. Андрей Дуандович, вот если переходить в экипе, вы всегда жали многослойно или какое-то время еще в однослойно жали? Нет, в однослойно, конечно. В однослойно с 99-го года по 2006-й, пока я не перешел в альтернативу, я жил в однослойно. А начинал с 2013-го года, это когда я последний раз выступил на Арнольд Классик, и там забаранил и поехал, это было в августе, в марте, в сентябре я поехал на Мистер Олимпию, и первый раз я выступил. И с тех пор я стал готовиться в однослойно с 2013-го, но только на Мистер Олимпию, потому что там однослойно, там не признаются. Не было тогда, не признавались. Сейчас уже, по-моему, третий год уже и там многослойно, поэтому ребята уже могут там и там выступать. Вот расскажите, вот мне, я вот просто, как бы сказать, я никогда в многослойной майке не жал, вот если ее сравнивать с однослойной майкой, да, разница в чем? То, что она слоев тут больше или как вообще, вот в чем разница? Слоевность не играет особой роли, ну, естественно, после двух слоев. Два слоя стоит в толщине шва, и если ты в майке, если в однослое ты используешь, как бы, ну, что-то похожее на слинг, то есть есть какое-то растяжение, то в многослое, ну, может быть, феномен немножко. Во всех остальных это компрессия собственного тела, то есть идет на сжатие. То есть сжатие собственного тела, за счет сжатия собственного тела при растяжении майки в самой пиковой точке, ты растягиваешь максимально и потом выстреливаешь все тело, всем телом. Это совершенно другая техника. И когда ты переходишь из однослойа в многослой, это, конечно, небольшой ад такой для спортсмена, потому что это совершенно другое, это опускание, это борьба, там идет, это боль. А вот когда переходишь обратно с многослой в однослой, то как бы у тебя уже и комфорта какого-то нет. Вот я на соревнования приезжал, чувствуя неуверенности, потому что, ну, как-то, это что было вообще? Это разгинка какая-то была. То есть никакой борьбы на опускание и на касание нет. Куда плехнула, туда плехнула, она сама упадет куда надо. Чисто силовые. Хорошо, вот если взять американцев, они в основном все жмут в многослойной экипировке. Вот смотрите, недавно вы ролик выпускали на «Я люблю пауэрлифтинг», на СПР, в федерации «Американские понты». Вот американцы, я заметил, то, что они идут реально всегда на максимум. То есть, несмотря на то, что будет там, ну, не знаю, вот как вот мы любим поаккуратнее, вот чтобы был первый подход зачета, они прямо идут всегда вот на самые максимальные веса. С чем это связано? Они вот идут, потому что их люди так просят или как вот, они такие оптимистичны очень. Почему так происходит? Правильно сказал в самом начале, это понты. Это понты, они очень любят понтоваться, очень любят. Они довольно-таки мало ценят вот эти всякие звания. У них, во-первых, нет, я говорю, это Майсер, послуженный или какой-нибудь, или ты там чемпион чего-то. Вот им плевать. Я вот, насколько помню, Скотта Мендельсона, вот прям начну перечислять с седьмого года. Вот восьмой, Баранка, девятый, по-моему, там этот Флоридов девятый, там в Англии он при мне там баранил, или один подход сделал в десятый, где-то в Финляндии баранил. Ну, то есть, ну, черт его знает. Ну, я у них пытался спрашивать, именно вот у Мендельсона, у Рычлака. Они начинают какие-то бойцы, у Луанда, там, у Мазы. Они, ну, те попроще, конечно, вот самые-самые тяжеловесы, они как-то все в коронах. И они начинают какую-то порку нести по поводу того, что они особенные. Вот, типа, мы тут особенные, вот торт, вот как мне Рычлак объяснял. Вот торт, вот здесь вот, вот здесь вот есть вот все пауэрлифтеры вот такие. А вот этот вот пирамидальный, да, здесь вот там мастера, здесь вот профессионалы. А вот здесь вот наверху, там, вот эта вишенка, вот это вот мы, такие неэпические. Ну, как бы, ну, был один случай, я быстренько расскажу. Не один, их, конечно, было много. На Арнольде они постоянно баранят, все, постоянно баранят. И Рычлак один раз их заставил, сказал, следующий турнир мы будем проводить. Я не знаю, про гробчистые, что ли, где-то в Нью-Йоркской, какую-то Нью-Йоркскую обувь он не выиграл. И, короче, он сказал, что будете по кругу выступать. То есть, первый подход, пожал, пошел дальше. Не пожал, вылитаешь на вылет. И хоть сколько. И они сразу, там, на 400 ходить. Они начали скромно, там, с 300, с 330, там. Ну да, осторожней. Да, он до этого всегда нас, например, ставил и говорил в учительцу русских. Потому что вот эти ваши баранки, зрители их не понимают, они не нужны. А у них доходило, вот у меня было, я не помню, какой 12 или 11, 12 год, по-моему, 12. Не помню. В общем, на Арнольд-Классик у нас было или 14, или 16 человек. Была только Абсолютка. Это была Луанда, это был Маза. Это все самые-самые сильные. Не помню, какой она ли был. Все вот сильнейшие были. Забаранило 14 человек. Остались двое. Причем я с первым, со своим подходом, 320. Ну, он там сделал час перерыв, после того, как все размялись. Они там какое-то шоу там устроили. Все остыли. И я тоже 321 смазал, второй смазал. И третьим кое-как справился. А второе место занял Саша Подшебякин, который весил под 170. И, пожалуй, 260 или 270 килограмм. Все остальные езаны, абсолютно. И, конечно, это позор. Конечно, но это несмотребельно. И вот он постоянно об этом говорил. Что вот берите пример с руки. Нихер понты. Понятно. У нас сейчас в мире тайний микер, да, является самым сильным жимовиком, да? 500 он даже. Да, но даже говорят, что 510, но я не видел. И, честно говоря, и 500-то, не знаю, в каких он условиях жал. Потому что два раза... Вы не видели ролик? Не видели ролик, да, в Ютьюбе, как он жал? Ну, не помню. Может, я и видел, но я помню прекрасно, что мы его два раза приглашали на свои турниры на Золотой Тигр. Он приезжал два раза. Один раз он пожал, по-моему, на 407. Второй что-то 412, что ли. Ну, что это такое. И что-то вроде ходил там, ходил только на 430. Какие 500, где он жал, все такое. Вот Кеннели, это действительно, да, это жим. Вот он взял и поднял, как Сарыча, чистенько. Ну, Сарыча без экипы, я имею в виду. Чистенько. Ну, да-да. И остальные, что мне интересует, он тоже самое со своими вот изюбами, я извиняюсь, 460 не пожмет, потом 480 не пожмет, потом... Кеннели 487. Очень чисто. Я это видел, и вот я считаю, что это действительно жим. Где там Танин, жал, не знаю. Они очень любят по своим гаражам жать. А потом Волкова все это закрыть. Вон, сейчас вопрос задали. Где сейчас Кеннель, в тюрьме? Или где он сейчас? Да нет, нормально он, по-моему, уже выступает. Но у него весовая там какая-то поменьше стала. Он что-то в 125-й снял какой-то рекорд после этого. А потом уже после отсыпки, по-моему. А там небольшая, по-моему, отсыпка. Ну, по-моему. Вот я еще хотел спросить. В основном американцы, они выкладывают ролики, и они в основном рекорды ставят у себя в Америке. Там в залах, в своих помещениях. Почему вот их бы вот... Тот же вот сейчас американец, я забыл, как его зовут. Вот сейчас Сарычевый рекорд побил. Забыл, как его зовут. Афроамериканец. Вот. Многие споры говорят. Типа, вот он сделал рекорд. Да, сильный, спору нет. Но все хотят, чтобы это на какой-то международной арене было. Вот, например, приехал он в Россию, там, да, вот в те же «Сокольники». Пожалуй, тебе 350 килограмм. Как вы думаете, это было бы достойнее? У них это было бы, конечно, достойно. Потому что перелет через океан, это вот, допустим, у меня, это всегда минус 20 килограмм. Это любая, это знает прекрасно. Все, что ты жмешь у себя на родине, а потом перелети, и в часовой поезд, там, где-нибудь в 5 утра, когда у нас дома 5 утра, или там, а ты жмешь, ну, естественно, как бы, часовой разница в 12 часов с Лас-Вегасом у нас постоянно. Это мы вот полностью все перекрыли. Конечно, все тяжелее, но они не полетят, потому что я уже говорил выше, что они очень высокомерные. Они считают себя исключением. И они считают, что вот они, это они, а все остальные там. Хотите, приезжайте, ради Бога. Мы здесь у себя, самодостаточные, нам на всех нас рады. Понял. Андрей Владимирович, как вы думаете, Сарычев захочет побить рекорд Мэддокса, или он все уже ушел в медийность и уже в это погрузился? Не захочет. Не захочет. Не захочет. Сто процентов. Я думаю, там были объективные болячки какие-то у него, из-за чего он тормознул. А потом уже все, поезд ушел. Это вот как сейчас с Тором, с Хафтером Бьернсоном тоже у меня спрашивают, а вот сможет он там 502 спотянуть? Да никто не знает, что будет через 2-3 месяца. Спортсмен на таком пике, когда набирает, на него смотреть даже, это же вот такое давление, там рожа, аж глаз не видно, щелочки, когда под 200 вес, а Кирилл-то набрал там по 190, да и потом он уже как бы хапанул славы, он уже медийный, он уже, он шумный, ему уже это не интересно. Не вернется. Да он и сам говорит, обратно, не вернется. Если вот сейчас будем, ну, заканчивая про экипу, если вот брать наших жимовиков, кто может в ближайшее время приблизиться к рекордам американцев в экипировке, я имею в виду? В тяжах? Ну, да, да. Да никого у нас, никого сейчас нет. У нас, у нас Витя Найденов и Антон Бегалко, они как бы постоянно там бывают и ездят и хорошо поднимают. Ну, Витя Реже, а Антон ездил, но они вот сейчас оба травмированные, по-моему, насколько я понял. Они оба почему-то не стесняются этого сказать, не говорят, может быть, уже и залечились, но у нас сейчас, ну, Коля Пашминцев достойно ездил, выступал, ну, я имею в виду, их же единицы всего, тяжеловесов, которые более-менее выступают, что-то поднимают. Но, вот, все травмированные, никого сейчас нет. Особенно здоровых, ну, и условий нет. Должны условия, там должно столько звезд сойтись, чтобы и тренировки, и деньги, и возможности, они вам не улепашут где-то там охранниками, пожарниками, или хрен знает чем, нет возможности. Поэтому, о том, чтобы семью прокормить, о том, чтобы возьмать помощь. Хотя, Витя найдет 435, прям, ну, ближе всех он будет. Ну, дай Бог им здоровья и надеюсь, что они вернутся в строй у нас поскорее. Андрей Дуарович, вот хотел поговорить сейчас о вашем зале, он называется Поле реформы, верно? Расскажите, вот, о вашем зале. У вас в основном как проходят тренировки, только лифтинг, или у вас еще фитнес, или что вообще у вас, ну, происходит у вас в зале? Это очень специфичный зал, он не коммерческий. Он, как бы, у меня есть первый этаж, там хорошие тренажеры, ну, как обычно, в обычном тренажерном зале. Кардиозона, тренажеры обычные, и, как бы, они ходят, ребята сюда, их не так много, там, пару десятков, они ходят, ну, чуть больше, они ходят для того, чтобы мне оплачивать коммунал. А на втором этаже у меня лифтерский зал, и когда-то я из подвала, из бомбоубежища, там, где мы все варили сами, собственными руками, много лет, все, нас оттуда выгнали, я временно перевез, и все временно у меня осталось. И поэтому у меня вот это кривое железо, все косое, вот это там лапки какие-то, хотя все там сейчас, и новые есть, и старые, но я все в качестве раритета, все эти блины вот с такими кривыми кисточками написал. Резина на полу с какого-то там пионерского спортивного лагеря и откуда-то из-за стырина и когда-то была там куски резины набросанные на пол. Ну, такое все, басяцкое такое, но вот этот запах, вот кто книгу читал, у меня там есть запах юности, вот там есть голова о зале моем. Вот я попытался запах туда перенести, и там самая главная атмосфера, это коллектив, это самое главное. У вас сколько человек в команде вообще? Где-то человек 25. И все жимовики в основном, да, у вас? Да, все. Один, два, были электюры, но они периодически возвращаются там в лифт, потом опять в жимы ходят. Но в основном все жимовики и человек пять безэкидные жимовики, остальные все вэкидные. Понятно. Понятно. Андрей Иванович, вот смотрите, вот сейчас у нас сами знаете, в мире происходит не пойми что, да, коронавирус, все залы позакрывали. Вы как выходите из этой ситуации, как стараетесь форму поддерживать, и что вообще считаете, что будет в дальнейшем в залах-то? Я не знаю, что будет, я ничего не закрывал, ну, то есть я просто перешел в партизанский режим, и только открываю зал в моей собственности, как бы, и поэтому у меня ни одной тренировки не было пропущено, ребята все как ходили, так и ходят. Единственное, что, да, которые оплачивали мне эти залы, которые абонементы покупали, их нет. А так, для нас ничего не поменялось, и поэтому я даже немножко злорадствую, потому что когда они начали все усиленно в Инстаграме, в том числе, мыть руки, передавать вот эти там всякие тупые флешмобы, устраивать, а вот давайте сидите дома и тренируйтесь, потом они, правда, заскулили уже через недельку, через две, но мне неприятно, когда особенно здоровые спортсмены, которые я уважаю, начинают там призывать сидеть в карантине, я не про Москву сейчас говорю, я понимаю, да, у вас там сложнее, но чуть-чуть сложнее, я не считаю, что это какая-то эпидемия, тем более на Урале и Сибири, где ее вообще ни сном, ни духом нет, даже по официальной статистике, я считаю, что это бред, просто взяли страну раком поставили и все, а что будет с залами, я думаю, что будет все печально, вот у меня вот товарищ Слава Максюта в Саратове, вот он там благотворительностью занимается, какие-то хорошие вещи делают, у него шесть залов и никто у него не открыл аренду, они все в аренде и никто не остановил аренду, я не представляю, как он будет выкарахливаться и сколько лет потом из этого подвала выкарахливаться, тем более он человек порядочный, он там еще наверное и зарплаты всем на свете платит. Ну да, это большой поклон, если он еще зарплаты тренерам платит, то есть получается наш всевышший Владимир Владимирович все говорит одну как бы бредню у нас, все выделен, бизнесу поможем, все как бы не волнуйтесь. Он и говорит, и он и до этого 20 лет говорил, просто как колокол винил, просто он в риме сейчас ничего не поменялось, то же самое, просто просто зло, абсолютно человек, которого я абсолютно не уважаю и считаю, что его ждет участь какого-нибудь челушеского в домосоле. Ясно. Хорошо, Андрей Дуарович, вот смотрите, мы когда, я спрашиваю про, когда вы в спорт пришли, да, ну это в начале нашего разговора, есть ли у вас или был кумир, или есть сейчас кумир, и на чем-то вы стремитесь? Нет, никогда не было кумиров, более того, всегда и своим детям говорю, и своим ученикам говорю, что не создавайте себе кумиров, я человек неверующий, но это там написано, не сотвори себе кумир. Я считаю, что это не нужно, потому что можно уважать человека, можно на него как бы равняться, ну и все, этого достаточно, ну все, вот дело в том, что еще надо отделять спортсмена от хорошего человека, там Валуиха или Карелин были хорошими людьми, вернее, хорошими спортсменами, но это не помешало потом стать подонками, поэтому или там хорошие гимнасточки были, а потом стали блядя в государственной регионе. Понятно. Андрей Эдуардович, я вот читал вашу книгу, «Мое облако» называется, очень, кстати, классная книга, вот хочу сказать вам большое спасибо, вот, я хотел спросить, когда у вас появятся, ну, новые книги, да, и о чем они уже будут там написаны? Не знаю, может быть, никогда, это вторая моя облака, первая была жизнь прожить, но я написал про жизнь, но это чисто спортивное, и все, и вот у меня в какой-то момент что-то там 20 лишних глаз написал, меня отрубило, и пару лет тушина полная, я зарекаться не буду, ну, пока вообще, абсолютно, абсолютно, причем мне настолько даже неинтересно, мне и распространить неинтересно, я не в электронове ничего не хочу, ну, была потребность, была дикая потребность, все у меня голову разрывало, мне нужно было, я не знал, что оказывается, там у меня все это сохранилось, вся моя жизнь, но я все это выложил на бумагу, меня открустило, и все, я как ботекс не обнулился, и все. У вас они еще остались, книги-то? Да, есть, да. Вот просто тут спрашивают, как купить, это получается, вот вам лично, да, надо написать и с вами связаться. Так что, если вы хотите, ребят, девушки, книги от Андрея Полея, так что пишите, не стесняйтесь, хорошо. Отлично, Андрей Дорович, я хотел вот сейчас вопрос позадавать от подписчиков, ну, кто задавал вопросы, вот, а вы будете смело на них отвечать, хорошо. Вот первый вопрос, нужно ли женщинам заниматься пару лифтингом, какие преимущества? Женщинам, в принципе, нужно заниматься, а чем конкретно, я думаю, это не суть, важно. Может быть, в последнюю очередь уже по лейтингу, может быть, есть какие-то другие интересные виды спорта, но для женщины есть не такая потребность, просто есть женщины, которые склонны к силовым упражнениям, к диким силовым нагрузкам, у меня вот ученица такая есть, не нужна эти никакие силовые нагрузки, прислушивайтесь к себе, слушайте себя, поэтому мне не надо, чем там конкретно, какая разница, главная заполняйте свою жизнь, чтобы она была не скучной, чтобы она была интересной, не скучно, живите, я книги свои себе подписываю, стараюсь. Да, это точно, согласен. Как вы относитесь к онлайн-тренингу? Отрицательно, чушь собачья, надо в глаза смотреть, надо руку на пульсе должен держать, хотя, с другой стороны, если речь идет о фитнес-инструкторе в тренажерном зале, то какая разница, где, кто, они что, те особо, знаниями, опытом, что онлайн, точно такие же, как бы, кто-то выставил, люди хотят просто зарабатывать деньги, это разное, это тренер, и зарабатывание бабла, это несовместимая вещь, поэтому лучше, конечно, найти хорошего тренера, лучше со старой школы. Хорошо. Как быстро можно привести себя в форму, спрашивают. Быстро, быстро пойти в спортзал, прям вот, сегодня уже поздно, с утра. Поднять задницу и пойти в зал. Хорошо, следующий вот очень интересный вопрос, Андрей Эдуардович, слушайте, нужен ли вообще чистый спорт, в частности, пауэрлифтинг, так как это обманывает друг друга, то есть, вы поняли, да? Я понимаю, да, о чем речь, но идите в альтернативу, есть же, там, чистый спорт, у нас есть выбор, в ФБР, я считаю, не нужен, я вообще, в принципе, считаю, что этот чистый спорт, это в кавычках, чистый, это такой чистый спорт, чистого спорта, профессионального, не бывает, это абсурд, и то, что кто-то там декларирует, ребята, я больше 40 лет в спорте, из них там, не знаю, сколько профессионально в спорте, ну, лет там, наверное, я не знаю, 20, не существует чистого спорта, его нет, вам, все, даже самые-самые, и даже вот, уже на гробовой доске, они все равно пиздят, я же не знаю, Андрей Эдуардович, вот следующий вопрос, написал, я думаю, вы знаете, ну, этого спортсмена, вот он так вот написал, слушайте внимательно, не стыдно ли бородатому рекламировать и продавать препараты гормона роста, которые несут смертельную опасность? Ну, это какой-нибудь, наверное, Вова Кравцов или Дмитрий Касатов, кто-нибудь из этих ребят, но я хочу сказать, что я им задавал прямой вопрос, а им нужен только хайп, им нужен хайп, они оба сбитые летчики, они уже никому не нужны, я не знаю, где там Дмитрий, Вова, ну, работает своим, видимо, с этим инструктором, в свои там 50 лет, ему просто нужен хайп, я ему сказал, хотя бы один, приблизить один, ни большого спортсмена, ни какого-то первой величины спортсмена, любого, назови спортсмена, который умер от гормона роста, я принимаю с 99-го года, получается, там больше двух десятков, уже третий десяток лет пошел, у меня не было ни одного случая, чтобы кто-то, как он может навредить гормон роста, как он может навредить, я согласен за стероиды, но не за употребление стероидов, а за передозировку, то есть, когда люди от незнания, от своей глупости, начинают какие-то лошадиные дозы, я всем прописываю, ну, три единицы в день, или пять-пять в день выходной, ну, то есть, те же три единицы в день, это терапевтические курсы, которые прописывают сами врачи, поэтому вот этот бред, который Вова, блядь, или Дима там несут, ну, я у них спрашивал, давайте хоть один, но они проигнорировали почему-то, они могут только вот так вот зайти, пухнуть, где-то, пухнуть и прыгнуть, знаешь, сколько мне поскидывали людей, когда мне начали, вы видели, Кравцов написал, мрут, мрут, как мухи от гормона роста, сука, ну, это надо быть дебилом, чтобы эту чушь писать, ну, как можно не отвечать за свои слова, ты известный спортсмен, тебя же слушают, тебя же смотрят молодежь, а мне 58-59 будет в октябре, а я продолжаю активно выступать, в отличие от Вовы, который, блядь, в 37 лет сказал, я устал, я ухожу, а я продолжаю выступать, и за счет, я считаю, одного гормона роста и анаболических стероидов, я никогда этого не скрывал, не скрывал, это мой ответ. Понятно. Андрей Дурович, какие у вас планы вообще после коронавируса и какие соревнования вы хотите приехать, провести так же? Сейчас Сочи, если не отменят, Аквалу, начало июня, середина июня обязательно Суздаль, потом у нас август перенесена русская весна Екатеринбург, потом Золотой Тигр, начало, конец сентября, начало октября Екатеринбург и сезон Законкурс. На Золотом Тигре сколько у вас максимально народу собирает, если брать пауэрлифтинг? Пауэрлифтинг? Я врать не буду, честно, но что-то там, по-моему, во 2-3 тысячи, что-то такое. Ну да, очень массово. Отлично, Андрей Эдуардович. Понятно. Андрей Эдуардович, смотрите, мы сейчас переходим к вам в лиц-опросу, 5 вопросов у меня будут, где будут 2 варианта ответа, и вы должны будете сразу выбрать вариант, которому у вас лежит душа. Хорошо? Поехали. Первый. Россия или США? Россия. Экипы или поле реформы? Экипы в поле реформы. Деньги или Хаммер? Хаммер. Лучше первый. Первый. Хорошо. Будущее или прошлое? Будущее. И прошлое. Элита... Элита НАП или ЗМС ППР? Ну, ЗМС ППР, конечно, круче. Но Элита НАП честнее. Понятно. Ну, Андрей Эдуардович, я вот... Мы с вами почти уже час разговариваем. Я вот хочу вас поблагодарить, что вы мне составили время. Да, я очень много вас узнал. Провели такую интересную беседу. Я хочу, чтобы поскорее все закончилось, да, и все спортсмены вернулись в тренировочное русло. И мы увиделись с вами снова на соревнованиях. Вот. Я хочу вам пожелать удачи. Вот. Большое вам спасибо. Вот. Развитие вашему залу и крепкого здоровья. Спасибо. Счастливо. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Горбер